Как соединять несколько ажурных мотивов? Видео из рубрики Школа Мамочкиного Канала. Ссылочку на плейлист по данной рубрике вы можете найти в правом верхнем углу или под данным видео. А пряжу для ваших воплощений вы можете найти всегда в интернет-магазине Кудель, где огромный выбор и подписчикам Мамочкиного Канала 15% скидка. Сейчас я вяжу ажурную подушку крючком, а точнее чехол ажурный для подушки. В этой подушке я использовала три способа присоединения мотивов, о которых хочу в этом видео рассказать. Первый способ это когда присоединяется цепочка из воздушных петель к цепочке из воздушных петель. То есть два мотива должны соединиться по дугам из воздушных петель. Второй способ это когда нужно присоединиться по стороне из сплошных столбиков. В данном случае у меня присоединение в одной точке, но можно таких присоединений сделать несколько на протяжении нескольких столбиков. А третий способ это когда нужно соединить три или четыре или больше дуг в одной точке. Итак, когда мы вяжем из мотива в какую-то вещь, мы первый мотив вяжем целиком. Присоединение начинаем производить со второго мотива. То есть сейчас я вяжу второй мотив и хочу его присоединить по углам и по этой стороне к первому уже связанному мотиву. Присоединение мы делаем при провязывании последнего ряда. Для более наглядности скажу, что у меня цепочка из воздушных в уголках из 14 петель. Здесь 15 столбиков. Итак, я хочу присоединиться по дуге из 14 петель. Здесь дуга из 14 петель и здесь я буду вязать дугу из 14 петель и в ней делать присоединение. Заполовиниваем дугу. Было 14 петель, я связала только 7. Далее берем мотив, который уже связан и то место, к которому мы хотим присоединиться. Отводим эту ниточку вправо, чтобы она не мешалась. Берем мотив и лицевой стороной вверх, а крючок заводим с изнанки на лицо. В ту дугу, к которой присоединяемся. Захватываем нить, вытягиваем и вяжем столбик без накида. Связала столбик без накида, получилось вот такое присоединение. Дальше мне нужно довязать цепочку до конца. Оставшиеся 7 петель я тоже провязываю. Так, смотрим, чтобы цепочка не перекрутилась. Вот, дуга до конца довязана. Теперь продолжаю вязание. В данном случае мне нужно провязать здесь 15 столбиков с двумя накидами. Но в этих 15 столбиках я хочу сделать присоединение к этому мотиву. По серединке причем. 15 ровно не делится пополам, поэтому делим почти пополам. 8 столбиков плюс 7. Вот я провязываю 8 столбиков с двумя накидами. 8 провязала. Дальше мне нужно сюда присоединиться. В таком случае, когда мне нужно соединить сплошное полотно со сплошным полотном в нескольких точках, я делаю следующее присоединение. Снимаю петельку с крючка. С лицевой стороны вкалываю в нужный мне столбик. В данном случае 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот его петля. С лицевой наизнанку вкалываю. И вытаскиваю эту петлю, снятую. И продолжаю вязать нужное количество мне столбиков. То есть в моем случае еще 7 штук. Вот таким образом получилось присоединение. В одной точке, где мы сняли петлю с крючка и вытащили из другого мотива. Здесь у нас скреплено столбиком без накида. Вот он. В этом ушке точно такое же присоединение нужно сделать. Столбик без накида. Вот получилось соединение в трех точках двух мотива. Потом этот мотив просто довязываю до конца. Я буду вязать свои 15 столбиков, делать четвертое ушко и довязывать здесь столбики. В конце ряда присоединения. Но сейчас не об этом, сейчас о самом присоединении. Вот такое присоединение точечное делают еще, если нужно присоединить мотив к мотиву вот так целиком. Тогда можно в нескольких точках, например, через петлю или через две петли, вот так снимать петлю с крючка и делать вот такое присоединение. Здесь просто получается такой небольшой перехлёст, который даже иногда декоративную роль играет. Такое присоединение еще используется, когда между столбиками одна или две воздушные. Когда уже три воздушные и больше, чаще всего используют вот такое присоединение. Если одна или две или нет воздушных, то можно использовать вот такое. Вот, например, в данной юбке у меня два квадратных мотива соединены вот здесь таким способом. Здесь между пучками вот этими столбиков одна воздушная и нужно было с таким же местом соединить на другом мотиве. Тогда я тоже делала одну воздушную, потом петлю снимала с крючка и отсюда с лицевой стороны вытаскивала прямо из окошка и продолжала вязать дальше столбики. И получилась вот такая, видна ли вам косички такие, перехлёст. А если бы нужно было эти два соседних квадрата присоединить по дугам из воздушных петель, здесь дуги по три воздушных, то мы бы использовали вот такое присоединение, поскольку три не делится ровно на две части, то мы бы делали три воздушных, заменяли бы на воздушную, потом присоединение столбиком без накида и еще одну воздушную, то есть центральную воздушную при нечетном количестве петель заменяют на столбик без накида. В таком присоединении можно использовать столбик без накида или соединительный столбик. Итак, настал момент для третьего способа присоединения, когда в одной точке должно сойтись не две дуги, а больше. В данном случае у меня сходится здесь четыре дуги. Если вам нужно соединить четыре мотива в одной точке через дуги из воздушных петель, то мы делаем так. Две первых дуги, два первых квадрата присоединяются, так как я сказала, столбиком без накида. Потом вяжем третий квадрат и его присоединяем уже в этом углу, уже к этому соединению. Каким образом это делать? Вот я возьму здесь готовое свое полотно, где два квадрата у меня соединены уже столбиком без накида. Мне нужно присоединить третий сюда же. Итак, присоединяем. Заполовинила воздушные, семь воздушных связала. Дальше опять эта ниточка, чтобы не мешалась, уходит вправо. Берем уже связанное полотно и так же, как я показывала в первом способе, с изнаночной стороны на лицевую вводим крючок, только в ствол первого столбика без накида. Дальше захватываем нить, вытягиваем ее и сразу же протаскиваем через петлю на крючке. Соединительный столбик, а не столбик без накида. И довязываю свою цепочку. В данном случае у меня семь воздушных. Вот таким образом. При таком присоединении здесь получается плоское место. Только столбик без накида мы провязали, а потом в ствол столбика без накида провязываем уже соединительный столбик. И дальше довязываем мотив. В данном случае, когда я вязала эту подушку, мне нужно было присоединить здесь еще четвертый мотив, тоже в такой же дуге. И делать я это стала бы точно так же. То есть находила бы ствол столбика без накида. Его уже легко найти, потому что только что провязанный квадрат у нас уже нашел ту дырочку, в которую мы будем присоединяться. То есть только первый столбик без накида, остальные присоединения соединительным столбиком в ствол столбика без накида. И получаются такие плоские и не растянутые соединения. Ну вот в принципе и все, что я хотела сегодня показать. Если у вас есть какие-то уточнения, замечания или дополнения, пишите пожалуйста в комментариях. Если все понятно и информация была полезна, это тоже пишите. Своими комментариями вы помогаете продвижению данного ролика и вообще в целом видеоканала. Спасибо за внимание. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Пока!